В клубе здоровья Центра внешкольной работы прошел день открытых дверей. Ребята и их родители могли познакомиться с различными секциями клуба – настольным теннисом, тренажерным залом, клубом авторской песни. Детские улыбки, настольные игры и хорошее настроение. В клубе Центра внешкольной работы здоровья день открытых дверей. Это многопрофильный клуб, в котором представлено множество объединений, и каждый ребенок может выбрать что-то по душе. Мы с удовольствием приглашаем всех на занятия настольным теннисом, секцию силового троебория тренажерный зал, секцию мини-футбола, секция фитнес-энерджи. Если вы хотите стать подтянутым, спортивным, ловким, вам точно найдется место в этих секциях. Ольга Федоркина училась играть в настольный теннис во дворе, в таком же клубе. В итоге игра стала неотъемлемой частью ее жизни. Теперь Ольга не только играет, но и преподает. Настольный теннис развивает реакцию, улучшает зрение, мышление. Он азартный, интересный. У нас сейчас набор детишек с 7 лет и старше. Мы набираем ребятишек, мальчиков и девочек. Поэтому я хочу пригласить наш настольный теннис активным, здоровым, сильным ребятам. Пускай приходят, мы их научим играть в настольный теннис. С этого года также откроется секция настольного тенниса для взрослых. В клубе здоровья есть кинологический клуб любительского собаководства «Акбар» и военно-патриотический клуб «Победители». Центр патриотического воспитания представлен объединением «Волонтеры Победы». Также в клубе есть музеи. Половянные миниатюры и стрелецкая слобода. Их двери всегда открыты для горожан. Игротека клуба «Здоровье» работает с понедельника по субботу с 15.00 до 20.00. В зоне свободного посещения есть настольные игры. Дети всегда могут прийти и поиграть. Например, в бильярд. К нам приходят дети абсолютно любого возраста. Но вообще чаще всего это подростки от 10 до 18 лет. Также мы занимаемся социальным проектированием. Мы пишем проекты, реализовываем их также на базе игротеки. А еще очень важная часть – это мастер-классы. Мы любим проводить творческие мастер-классы по вязанию, рисованию и другим различным техникам. Так что приходите к нам. Все у нас очень весело и интересно. Также каждую субботу проходит клубный день. В его рамках проводятся различные активности для молодежи. Квизы, квесты и караоке-вечера. Молодежное общественное объединение «Армир» – частый гость на различных городских мероприятиях. В рамках Дня открытых дверей реконструкторы учили детей, как правильно стрелять из лука. А также организовали фото-зону с оружием и доспехами различных периодов Средневековья. Эта многоствольная пушка уникальна и, возможно, единственная в своем роде. Она оснащена ударным механизмом мгновенного действия. Для выстрела используется холостой патрон от винтовки Мосина, а снарядами служат теннисные мячики. Орудие произведено членами «Армира». Юношеский клуб авторской песни «След» – еще одна точка притяжения. В него принимаются дети от 9 до 18 лет. Мы изучаем аккорды, поем бардовскую песню, не только бардовскую. Ездим на фестивале, дружим, играем, поем. В настоящее время идет набор в наш клуб. Приглашаем ребят, которые интересуются творчеством, которые хотят сами писать песни, хотят научиться играть на гитаре, которым вообще интересно творчество. Для того, чтобы начать играть, нужны просто терпение, усидчивость и желание. Обучение проходит с нуля, по облегченному варианту – аккордовой техники. Это позволяет быстрее научиться играть на гитаре. Кроме того, многие ребята уже начали писать стихи. На лыжной базе прошел открытый чемпионат Нижегородской области по лыжероллерам. В Саров прибыли спортсмены из Нижнего Новгорода, Мурома, Арзамаса и Первомайска. Всего более 180 участников. На лыжной базе не протолкнуться. А это значит, что в городе проходит традиционный чемпионат Нижегородской области по лыжероллерам. Несмотря на то, что соревнования областные, круг участников не ограничился атлетами нашего региона. В состязаниях приняли участие гости из Мурома – воспитанники спортивной школы «Верба». Дистанции бегут разные, начиная от 3 километров и заканчивая. Это мужчина-юниор, дистанция 16 километров в зависимости от возраста участников. Первомайск и Выкса, Арзамас и Кулебаки. В этот день на лыжной базе была представлена вся Нижегородская область от севера до юга. Всего более 180 спортсменов. Возраст участников – от 11 лет до юниоров. Андрей Романов привез из поселка Сосновское команду из 7 человек. На осенние старты, на областном уровне, тем более, что здесь еще и представители другого региона есть. Это хороший повод проработаться, продышаться ребятам, оценить уровень своей подготовки, свою форму перед предстоящим сезоном. Может быть, выявить какие-то недостатки, которые в таких тренировочных, домашних условиях, может быть, не очевидны. В команде собраны ребята от 11 до 15 лет. Самая взрослая спортсменка – кандидат в мастера спорта, призер всероссийских соревнований. Андрей Романов работает тренером 10 лет. И выезды на Саровский этап соревнований стали уже традиционными. В программе соревнований – гонка с раздельным стартом классическим стилем. После разминки и получения специальных чипов, по которым организаторы фиксируют персональное время каждого участника, спортсмены вышли на старт. Ребята отправлялись на дистанцию друг за другом с интервалом в 15 секунд. Ну, пока что я протокол не видела, но своим результатом я довольна. Ну, когда трасса была легкая, достаточно хорошо, мы здесь уже не первый раз, все хорошо, протокол тоже не смотрели. Сразу поехали на разминку. Как раз классика здесь, очень много подъемов. Вот подъемы на классике – это очень хорошо, я люблю подъемы. Гонка с раздельным стартом – не самый зрелищный вид соревнований. Тем не менее, он требует от участников собранности и мотивации. Ведь спортсмен, по сути, борется сам с собой. Пытается показать лучшее время, не равняясь на других, как это принято в контактной гонке. Это тяжелая трасса, и все было удачно. Я старался, бежал. А я не знаю, что после финиша очень хорошо было. Мне больше нравится, наверное, на лыжах, на лыжах. И спуски такие длинные, и подъемы хорошие. Ну, и летом тоже ничего, тоже хорошо. В спортивной школе Икар прошел день открытых дверей. Гости смогли понаблюдать за тем, как проходят занятия различных отделений, познакомиться с тренерами и выбрать для себя подходящее направление. Прыжки на батуте, плавание, художественная гимнастика, бокс, легкая атлетика. Перечислять направления спортивной школы Икар можно долго. Но определиться с отделением родителям и детям заочно довольно сложно. Каждую осень в учреждении проходит день открытых дверей, где гости могут заглянуть на тренировки и увидеть показательные выступления, познакомиться с педагогами. Николай Игоревич Бодрухин на занятиях доказывает, что баскетбол – подходящий вид спорта для социализации и физического развития. Баскетбол, в первую очередь, это работа в команде, в коллективе. То есть не все зависит от тебя. Даже если ты очень хороший игрок, ты должен взаимодействовать с партнерами, ты должен с ними взаимодействовать не только на площадке, то есть и вне ее. Любая интеллектуальная деятельность неотъемлема от физических каких-то упражнений, в первую очередь потому, что это дает здоровье, то есть здоровый образ жизни, который также позволяет максимально эффективно работать мозгами. То есть он может не стать у нас на секции с профессиональным спортсменом, но он точно сохранит здоровье, и ему это поможет даже самому человеку. В этом году на баскетбол набирают детей 2016-2017 годов рождения. Занятия будут проходить на базе общеобразовательных школ для удобства учеников и родителей. Тренеры убеждены, в спортивной школе любому ребенку можно найти направление по душе. Менее подвижный, но не менее напряженный спорт – пулевая стрельба. На этом отделении идет набор воспитанников от 9-10 лет. Занятия будут проходить в подвальном помещении школы номер 14. Спортсмены стоят, как вы видите, не движутся, что для детей очень трудно, для подростков. Вообще стрельба, она тренирует дисциплинированность, усидчивость, целеустремленность. Основная борьба идет, конечно, внутри спортсмена. То есть, если так вот посмотреть, вроде стоит, куда-то там прицеливается. Мишень далеко, не видно, куда впадает. Но на самом деле внутри у него происходят очень большие переживания, волнения. И вот мы учим с этим справляться. В этот день гости икары смогли познакомиться со спортивной базой, поучаствовать в мастер-классах. Основные приемы и преимущества своего вида спорта показали борцы. Тренер по рукопашному бою самбо Валерий Викторович Трубин заверил, здесь ребенок сможет раскрыть свой потенциал. На борьбу приглашают детей от шести лет. Вначале самбо мы преподаем приемы. Самбо учим страховочки, все акробатика. Вот, игровые у нас виды спорта тоже все. Ну, игровые, если это состязания все. Если кто борется хорошо, то мы его оставляем на борьбе. Кто вообще, а в основном идем на рукопашный бой. Я всегда говорю, приходите все на борьбу, потому что у нас очень обширно. Мы занимаемся не только игровыми видами, игровые, потом акробатические все, гимнастические все. У нас как бы общее развитие происходит. На икаре представлено 11 видов спорта. На каждом из направлений будут рады видеть новых воспитанников. Главное – неподдельный интерес, упорство и желание побеждать. Дополнительную информацию об отделениях, подробности зачисления и обучения можно посмотреть на официальном сайте ikardiefissarov.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова